А в Новосибирском зоопарке традиционно не декада пожилого человека, а почти целый месяц. С начала недели вход для пенсионеров свободный. Бесплатно прогуляться и понаблюдать за животными можно до 25 октября. Какие сюрпризы приготовили в зоопарке для пожилых посетителей, узнала Татьяна Кияева. Я прошла бесплатно, я очень люблю зоопарк, хожу каждый год, очень люблю. И сегодня даже в дождь, думаю, пойду-ка я схожу. В Новосибирской области живут больше 800 тысяч пенсионеров. Все они при желании в ближайшие дни могут посетить зоопарк совершенно бесплатно. Обычно декада пожилого человека проходится раз в год, а у нас она проводится два раза в год, осенью и весной. И в ближайшее время мы надеемся, что у нас погода все же порадует своей теплой температурой, и мы сможем провести концерт-открытие в честь декады пожилого человека. Для входа в зоопарк пенсионеру достаточно подтвердить возраст. Для этого необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту. Любителям активных прогулок в зоопарке предложат палки для северной ходьбы, а в кафе «Березка» пенсионеров угостят чаем. Все медведи, кроме белых, барсуки, еноты и енотовидные собаки уже вовсю готовятся к зимней спячке. Но в зоопарке всегда есть на что посмотреть. Теплолюбивых животных уже перевезли в отапливаемые павильоны. Сейчас все павильоны открыты для посещения. Полюбоваться можно не только животными. В зоопарке проходит выставка кормушек. Уже много лет мы проводим городской конкурс. Называется он «Покорми животных зимой». То есть это подразумевает, что осенью детки готовятся, делают кормушку и потом зимой они уже знают, что птичек нужно подкармливать. Независимо от того, что в городе они живут или может быть в каких-то окрестностях. Но птицам надо помогать, перезимовать. Домик для птиц из конструктора «Лего» и даже из старого пылесоса. В этом году на конкурс принесли 400 работ. Победители наградят 3 октября. Эти кормушки украсят скверы и парки города, а также территорию самого зоопарка. Продолжение следует...